Это новый Porsche 911 с индексом 992. И пускай он похож на предыдущий, и на предыдущий, и на предыдущий 911, на самом деле это полностью новый автомобиль. Как его узнать? Например, по продольным ребрам жесткости спереди. Хотел сказать на капоте, но на самом деле на багажнике. Такие же были у старых 911 с воздушным охлаждением. Еще по угловатым шильдикам в ретро-стиле и увеличенному переднему свесу. Или по дверным ручкам с электроприводом, которые выдвигаются, когда к ним подносишь руку. Задние фонари соединяются светодиодной полоской, а задний стоп-сигнал теперь выглядит как три вертикальные полоски, интегрированные в кожух мотора. Мощность в итоге выросла с 420 до 450 лошадиных сил. Сами моторы, кстати, одновременно и старые, и новые. Старые в том смысле, что это трехлитровые оппозитные турбушистерки, которые ставились на 911 с индексом 991, то есть на предыдущий. А новые они потому, что были слегка доработаны. Поменялся впуск, выпуск, появился сажевый фильтр. Пока же заднеприводная 911 версия Carrera S разгоняется до сотни за 3,7 секунды против 4,1 у предшественника, а полноприводная Carrera 4S за 3,6. С пакетом Sport Chrono время разгона сокращается еще на 0,2 секунды. Интересно, что механическая коробка здесь прежняя, а вот робот под эказовыми сцеплениями новый, восьмиступенчатый, разработанный совместно с компанией ZF. И это означает, что совсем скоро 911 станет гибридом, ведь новая коробка предусматривает установку электромотора. Шасси кардинальных изменений не претерпела. Передняя колея стала чуть шире, а сзади по умолчанию ставятся более широкие покрышки. Кстати, теперь все версии 911 и полно- и заднеприводные имеют одинаковую ширину кузова. Базовая размерность колес 20 дюймов спереди и 21 сзади. В салоне новый тачскрин диагональю почти 11 дюймов, новые сиденья, система ночного видения и камеры кругового обзора. Плюс новые руль и приборная панель со стрелочным тахометром с двумя экранами по бокам, на которые выводятся вспомогательные информации. Ее можно настраивать на собственный вкус. Продажи 911 появятся только к середине следующего года. Российские цены уже объявлены. От 7 миллионов 749 тысяч за базовую Carrera S и от 8 миллионов 199 тысяч за версию с полным приводом. Ну как, узнаете? Это действительно Kia Soul, но уже нового поколения, который был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. И, пожалуй, главное изменение – это внешность. Хитрый прищур фар, узнаваемый силуэт и фирменная парящая задняя стойка. Причем новый Soul сразу представлен в двух версиях – спортивный GT Line и вседорожный X-Line с контрастными накладками на бамперах и порогах. И новый тут не только дизайн, но и платформа. Колесная база выросла на 3 сантиметра, а габаритная длина на 56 миллиметров. Просторнее стало и на заднем диване, и спереди, и даже багажник теперь пусть и чуть-чуть, но вместительнее, чем был у предшественника. В топовой версии Soul будет оснащаться мультимедийкой, дисплеем диагональю 10,25 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также 8-дюймовым проекционным дисплеем и музыкой Harman Kardon. Есть амбентная подсветка салона с несколькими предустановленными комбинациями цветов, которые носят необычные названия «Романтика», «Путешествие», «Вечеринка» и так далее. А вот по технике изменений немного. Базовым в США считается двухлитровый атмосферник мощностью 147 лошадиных сил, в пару которому предусмотрена либо шестиступенчатая механика, либо вариатор. А самый мощный Soul получит турбомотор 1.6 мощностью 201 лошадиная сила и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Продажи нового Soul в Северной Америке начнутся в первой половине 2019 года. А вот по-российски дебют информации пока нет. Большой, роскошный кроссовер BMW X7 официально был представлен больше месяца назад, но живьем его показали только здесь, на автосалоне в Лос-Анджелесе. И надо признать, что выглядит он действительно внушительно. Длина больше 5 метров, ширина 2 метра, высота 180 сантиметров. Это на 15 сантиметров выше среднестатистического жителя нашей планеты. Колесная база 3105 миллиметров. Крупнее него только длиннобазная 7 серия. Уже в базовой комплектации у X7 будет семиместный салон, а в качестве опции предлагается шестиместный вариант с двумя индивидуальными сидениями на среднем ряду. Объем багажника от 326 до 2120 литров. На старте продаж запланированы 4 двигателя, 3 из которых появятся в России. Это бензиновая трехлитровая труба-шестерка X-Drive 40i мощностью 340 л.с., а также дизельные моторы того же объема. X-Drive 30d, 265 л.с. в мире, 249 у нас, и M50d, 400 л.с. Российский рынок пока обойдет стороной только топовая версия X-Drive 50i с двигателем V8 4.4, хотя X5 тем же мотором у нас должен продаваться. Все модификации оснащены полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Также все X7 оснащаются адаптивной пневмоподвеской с электронно управляемыми амортизаторами. Дорожный просвет может изменяться на 80 мм. Версия M50d дополнительно оснащается дифференциалом M-Sport с электронной блокировкой. Доступный активный рулевой механизм, внедорожный пакет с четырьмя режимами движения, кроме версии M50d, и система Executive Drive Pro, подавляющая крены кузова. В оснащение всех X7 входит отделка салона кожей, четырехзонный климат-контроль, трехсекционные панорамные крыши, мультимедийная система BMW OS 7.0 с голосовым управлением и 20-дюймовые колесные диски. Среди опций – ассистенты помощи вождению, лазерные светодиодные фары, вьющие на 600 метров, пятизонный климат-контроль, развлекательная система для пассажиров второго и третьего ряда сидений, а также 22-дюймовые диски и многое-многое другое. Собирать их 7 будут на заводе в американском Спартанберге. В России базовый X-Drive 30D будет стоить 5 миллионов 830 тысяч рублей. Версия X-Drive 40i обойдется в 5 миллионов 990 тысяч рублей, а M50d в 7 миллионов 490 тысяч рублей. Продажи начнутся уже в марте 2019 года. Лос-Анджелес стал местом премьеры большого кроссовера Hyundai Polisade, конкурента Toyota Highlander, Volkswagen Atlas и другим семейным кроссовером столь популярным в Северной Америке. Длину эта машина совсем чуть-чуть не дотягивает до 5 метров при почти 3 метрах колесной базы и может взять на борт до 8 человек. По желанию для среднего ряда можно выбрать раздельные капитанские кресла с вентиляцией, а у сидений заднего ряда есть регулировки по углу наклона спинки и складываются они с помощью электропривода. При весьма внушительных габаритах кузов Polisade получился очень эффективным с точки зрения аэродинамики. Коэффициент сопротивления составляет всего 0,33 благодаря дефлекторам на задних колесах, аэродинамическим панелям на днище и наклоненным передним стойкам. Polisade это не просто самый большой кроссовер корейской марки, но еще и самый продвинутый по части технологий. У него полностью светодиодная оптика, цифровая приборка с диагональю 12,3 дюйма, 10-дюймовый дисплей развлекательной системы, проекционный дисплей, аудиосистема Infinity с объемным звучанием и многое другое. Бортовыми системами к кроссоверам можно управлять через приложение Blue Link или на сайте myhundai.com. Например, можно удаленно запустить двигатель или настроить климат-контроль. Мультимедийка может синхронизироваться по Bluetooth сразу с двумя смартфонами одновременно. Например, через один можно проигрывать музыку, а через второй пользоваться приложениями или совершать звонки. Слугам пассажиров здесь аж 16 подстаканников, 7 разъемов USB, система усиления голоса пассажиров третьего ряда, как в минивайнах АУ-аудиосистемы есть функция отключения задних динамиков. Водителю помогают адаптивный круиз-контроль, система контроля усталости, предотвращение фронтальных и боковых столкновений, есть мониторинг слепых зон и даже система удержания в полосе. Силовой агрегат пока только один, это V-образная шестерка объемом 3,8 литра и мощностью 295 лошадиных сил. Она работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Автомат управляется кнопками вместо привычного селектора, а привод может быть как передним, так и полным. Собирать новый большой Hyundai будут в Корее, а продажи на американском рынке начнутся летом следующего года. Нужно ли везти эту машину в Россию? Пишите в комментариях. Марка Honda возродила модель паспорт. Причем теперь это не перерисованные машины марки Isuzu, а собственная разработка. Однако паспорт тоже не уникален. Это лишь укороченная версия кроссовера Honda Pilot. Колесная база осталась той же, 2819 мм, но задний съезд уменьшился, поэтому паспорт получился короче на 15 см. Спереди паспорт отличается от пилота только дизайном бампера и решетки радиатора. Почти весь кузов и даже задние двери у двух кроссоверов одинаковые. Зато здесь более массивные накладки на колесные арки из некрашенного пластика и новая задняя часть с компактными фонарями. Салон тоже целиком перешел от модели Pilot с исключением третьего ряда сидений. Объем багажника 1167 литров под потолок по американскому стандарту против 1325 литров у пилота со сложенным третьим рядом. Мотор бензиновый атмосферник 3.5 V6 мощностью 284 л.с., которая сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Дорожный просвет у переднеприводных версий составляет 198 мм, а у полноприводных 213 мм. Причем трансмиссия тут необычная, с индивидуальными муфтами подключения задних колес. В базе Honda Passport оснащается 20-дюймовыми колесами, полностью светодиодной оптикой, активным кройс-контролем, цифровой приборкой, трехзонным климат-контролем, тканевой обивкой сидений и 5-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Выпускать новинку будут на заводе в штате Алабама, там же, где и делают пилот. В продажу в США машины поступят в начале 2019 года, но в Россию эту модель возить пока не планируют. Название Lincoln Navigator уже использовалось с 2002 по 2005 год для премиальной версии внедорожника Ford Explorer. Но тогда модель не пользовалась особо спросом, и вот теперь Lincoln решился возродить забытое название. Серийная версия новинки почти целиком повторяет одноименный концепт, показанный еще весной этого года в Нью-Йорке. Лишь у решетки радиатора изменился рисунок, на бампере появились притетуманки и увеличились наружные зеркала. При этом авиатор получился очень похожим на флагманский Lincoln Navigator. Авиатор стал первой моделью, построенной на новой заднеприводной платформе CDS6 с продольным расположением мотора. На ней затем же будет базироваться и новый Ford Explorer. Базовая версия оснащается бензиновым V6 3.0 с двумя турбинами мощностью 405 л.с. и 10-ступенчатым автоматом с задним приводом. Полноприводные модификации доступны только за доплату. Также заявлен подзаряжаемый габарит Grand Turin. У него тот же двигатель, дополнен электромотором, а суммарная отдача составляет уже 456 л.с. В салоне может быть 7 мест или 6 с двумя разделенными стоящими креслами на среднем ряду. Вместо ключа владелец авиатора сможет использовать приложение для смартфона Lincoln Way. Среди опций адаптивная подвеска Suspension Preview, которая сканирует дорогу с помощью камеры, и аудиосистема с 28 динамиками. Старт продаж Lincoln Aviator запланирован на лето 2019 года, одновременно в США и в Китае. Представленный в Лос-Анджелесе концепт e-tron GT станет третьим электрокаром в линейке Audi, но лишь спустя два года, в 2021-м. Его разработкой инженеры Audi занимались совместно с компанией Porsche, и в этом нет ничего удивительного, потому что в основе e-tron GT лежит та же электрическая платформа, которая будет использоваться на Porsche Taycan. У e-tron два электромотора по одному на каждую из осей, суммарной мощностью 590 л.с. С нуля до сотни электрический лифтбэк ускоряется за 3,5 секунды, максимальная скорость 240 км в час. В конструкции кузова используется алюминий и карбон, в салоне уже традиционные для Audi сенсорные экраны, и никакой натуральной кожи. В Audi говорят, что они старались сделать электрокар максимально дружелюбным к природе. Запас хода 400 км, а 20-минутная остановка на станции быстрой зарядки позволит пополнить запас хода на 320 км. Первый пикап в истории марки Jeep. В основе гладиатора лежит платформа от семейства Wrangler, но колесная база тут растянута почти на полметра. Грузовой отсек имеет длину 1,5 метра и отделан металлом. Грузоподъемность 726 кг. Клиринс 282 мм, глубина преодолеваемого брода 760 мм. Все двери и крышу можно снять, как и на обычном Wrangler. А лбовое стекло откидывается вперед. Мотор пока только атмосферный в 6 объемом 3,6 литра и мощностью 289 л.с. В коробке передач шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Позднее появится версия с шестицилиндровым турбодизелем. Полнопривод с понижающей передачей, а в версии Rubicon будут еще и блокировки дифференциалов и отключаемый передний стабилизатор. В продаже гладиатора появится в 2019 году, но перспективы выхода на рынки за пределами США пока не уточняются.